Простая лодочка Простая лодочка плывет Одна вдоль берега любви А может быть там кто-то ждет Давно надеется и ждет Ты просто тихо позови Белым снегом по весне Ты являешься ко мне Тронешь сердце в глубине И не растаешь белым снегом по весне ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Пришел, денис. Ну, пускай зайдет. Здравствуйте, Михаил Иванович. Здрасте. Что, план Тихореческая долина прислали? Да, с курьером. Так, здесь у нас речка, это деревня, это нам не надо. Ну, а вот поля, слушай, хорошие поля, и есть где разгуляться. Там не только молочную фабрику можно построить, а целый агропромышленный комплекс. В правильном направлении мыслишь. Молодец, Денис. А вот это вот что? Где? Ну, где, где? Вот! Василий! Мама! Василий, ты где? А у меня мамы нету. Василий, поговорить надо! Да! А что же мы не отзываемся? Я же зову. Да тут ты, тут! Ты видишь, что на водопой надо везти, то, что шняк у них. А ты чего глаза прячешь? А ну, посмотри на меня. Ну. Вот ты на. Опять выпивешь. Самую малость того, чуть-чуть. Знаешь, Василий Петрович, ты меня подводишь не первый раз. Ну, как тебе моих буренок доверять? Они разбредутся, ты же не соберешь. Машенька, угляжу, ты не боись. Ой, а то я тебя не знаю. Выведешь к реке и уснешь. Сейчас и слово не засну. Значит так, это в последний раз. Еще один раз выпившим тебя увижу, уволю. Сейчас выводи коров. А я тебе на помощь Лиску пришлю. Вот не доверяешь тебе. Не доверяю. Строгая ты. Ну, идем, опохмелимся. Водичку попьем. Да? Ну, ты моя. Молодец. Да толкай давай. Куда толкай? Ну, сколько можно уже? Ты рывками, рывками. Рывками, говорю, надо так раскачивать. О. Мить. Здравствуйте. Что-то у вас случилось? Да застряли вот. Я водителю нашему новому поля показывал. Я сейчас вас вытащу. Ага. Хорошо. Держи. Крипит Рос. Нет, чтобы мужик какой, а то баба нас вытаскивает. Хорошо. Позор. Поехали. Давайте. Гриша, мы же с тобой договаривались. Никаких строений. Это что на юге от Тихоречья? Это небольшая молочная ферма. Так, почти развалин. Я тебе говорил. Никаких зданий. Чего ты паникуешь? Маленькая проблема, которую просто реши. Как? Выкупи у хозяйки и снеси. Делов-то. Гриша, этими вопросами ты должен заниматься, а не я. Нет, дорогой мой. Сделка заключена. Земля твоя. Вот что хочешь теперь, то и делай. Ферма не моя. Это уже не мои проблемы. Прости, я не могу больше говорить. Надо бежать. Давай. Приятного аппетита. Спасибо. А Муточка, будешь с нами кушать? Нет, спасибо. Я вот чай попью. Лиз, мне опять нужна твоя помощь. Говори. Василий опять выпивший. Я прям не знаю, ну что мне с ним делать? Ну что делать? Уволить? Ну сколько можно терпеть его пьянство? Уволить? А как его жена Галина? Они же на ее пенсию по инвалидности вдвоем не проживут. Ну почему ты постоянно всех жалеешь, сестричка? Плохая из тебя начальница. Ты даже гаркнуть как следует не можешь. Ну потому что она добра. И вообще у меня самая лучшая мама на свете. Но об этом знаем только мы с тобой. Скажи, Маш, а тебе вот это все не надоело еще? Нет, не надоело. А то тут говорят, кто-то нашей землей интересуется. В аренду хочет взять. Какой землей? То есть, тоже не эти харичи. Так там же наша ферма. Ну вот и я там же. Странно как-то. Может, напутали. Как вы понимаете, мы находимся на пороге очень важного открытия. Пройдет еще совсем немного времени, и мы наконец сможем получить этот чудо-грибок, который сократит время на закваску молочных продуктов. А на сколько сократится время закваски? Ну процентов на сорок. Это почти в два раза. Как быстро вы сможете наладить массовую поставку грибка? Ну, опыты длятся около двух лет. И чтобы закончить их, нам, конечно, нужны некоторые финансовые вливания. И нам надо купить несколько современных аппаратов. И, ну, конечно, время, время. Ну а как долго вообще продлятся эти ваши опыты? Когда мы получим новый продукт? По моим расчетам, около года. Ого, коллеги, это очень много. Нам нужны точные сроки. От этого и зависит сумма инвестиций. К сожалению, точные сроки я назвать не могу. Надо, чтобы сошлось воедино несколько очень важных компонентов. Какие гарантии вы нам можете отдать? Никаких. Но у нас очень хорошие результаты. И последние опыты показали, что... Борисович, мы с коллегами обсудим возможность вложения денег в ваш проект. Результаты вам сообщим. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Борисович, мы с коллегами обсудим, мы с коллегами обсудим. Борисович, я пош... Что? Не горим. Почему не горим? Потому что я пошутила, дядя Вась. Прости. Ты так больше не шути, это мне так может инфаркт схватить. Дядя Вась, может не мое дело, но... Тебя инфаркт хватит, если ты так будешь продолжать пить. Вот мала ты еще. Жить меня учить-то. Ну, не злись, дядя Вась. Ты вот пьешь, а тетя Галя очень переживает. Ты думаешь, а... Просто так? От легкой жизни пить? На том же тяжело. А что это тебе тяжело, дядя Вась? Ты думаешь, легко жить рядом с человеком, которого любишь, и видеть его страдания. Понимаешь, что ничем не могу помочь своей галочке. Да, я тебя понимаю, только пить не надо, а то он от этого и вообще страдает еще больше. Да? Ну, конечно. Ну, это я страдаю тоже. Ладно, дядя Вась, мне надо телят кормить. Спасибо. Молодец. Хорошая ты девочка. Мама твоя хорошая. Дай Бог вам счастье. Мать, коровы. Почему бидоны до сих пор не привезли? Куда нам молоко девать? Я ничего не хочу слушать. Чтоб в течение часа бидоны были на месте. Да, хорошо, я жду. Паш, тут какой-то человек важный приехал. Говорит, к тебе по делу. Пусть заходит. Заходите. Да, спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Михаил Бутов. Вы, я так понимаю, Мария Лошкарева? Да, присаживайтесь. Спасибо. Чем обязаны визиту господин Бутов? Дело в том, что сложилась одна очень неприятная ситуация, но я думаю, мы с вами сможем договориться. Я вас слушаю. Я купил землю в Тихореченской долине. А ваша ферма попадает в зону моих интересов. Вот как? Ну и чего же вы хотите? У меня для вас очень хорошее предложение. Я на этом месте хочу построить молочный комбинат, а в дальнейшем агропромышленный концерт. Ваша ферма слегка мешает, я хочу ее купить. Ну, вы сами посудите. Зачем вам такой красивой женщине и коровы? После заключения сделки вы сможете себе многое позволить. Уедете в город, будете отдыхать, путешествовать. Откройте бизнес. Я благодарю вас за заботу, но я не собираюсь продавать ферму ради ваших планов. А против вашего концерна я ничего не имею. Стройтесь, земли у нас много. Но вы не упирайтесь. Я щедро заплачу. Спасибо за предложение. Но я считаю, разговор окончен. Как хотите. Все равно я сделаю то, что считаю нужным. Чего бы мне это ни стоило. Жалко, что не смогли договориться. До свидания. Всего хорошего. Простите, я слышала ваш разговор. Скажите, вас в детстве разве не учили, что подслушивать некрасиво? Я сестра Маши. Ложка Орёвы? Да, и мне нужно с вами поговорить. Хорошо. 22. Неплохо. Но пока не то. А мы ведь подошли так близко. Я был уверен, что мы сегодня закончим. Здравствуйте, ребята. Привет. Здравствуйте. Чем порадуете? Пока ничем, но надо еще немного времени. Времени нет. Значит, поработаем сверху в очах. Правильно? Выходные. Павел Игоревич, Паш, ты не понял? Все. Времени нет ни минуты. Почему? Госфинансирование прикрыли. Ваши разработки признаны и перспективны. Как так? Подожди, им что, не нужен грибок, который сократит время закваски вдвое? Паша, я все понимаю. Наши госчиновники, они вот решили иначе. Сейчас, видите ли, не время для таких разработок. Интересно, для чего сейчас время? Что, взять вот это все бросить на полдороги? Слушай, ну, я все понимаю. А я не бизнесмен, у меня денег нет. Паш, ну, ты не расстраивайся. Ну, послушай, вот у меня есть кое-какие мысли. Ну, смотри. Ну, во-первых, ты можешь подать документы на грант. Хотя маловероятно, что ты получишь. Или еще. Найди спонсоров. Людей, которые заинтересованы в твоей разработке. Убеди их, и они дадут денег. Может быть. Как дела, Тём? Чё там на работе? Ты на курсах-то был? Чё ты молчишь? На курсах был. Вместо работы и меня уволили. Не понял. Ты же говорил, ты договаривался. Они что, не понимают, что тебе в институт поступать нужно? Пайли курс или работа. Хоть чтобы и в этом году я не поступил. Слушай, ты... Может, мы как-то обойдёмся без моего заработка? Ты говорил, что твою разработку скоро купят. Да уж. Что случилось? Финансирование прикрыли. Говорят, надо искать инвестора. Чё, нормально. Буду искать инвестора. Значит. Ну, я могу бросить курсы. Ты ешь, давай. Курсы не брось. Понимаете, сегодня просто не самый удачный день. Маша не в духе, она разруливает накопившиеся проблемы. Может быть, позже она согласится. Вашей сестре я предложил очень хорошие деньги. С этой суммой вы можете переехать в город и открыть свой бизнес. Это прекрасное предложение. Я очень постараюсь её уговорить. Вы поймите, я сама об этом мечтаю. Но я же здесь ничего не вижу. Дом, огород, ферма. Мне даже поговорить не с кем. А так хочется чего-то более цивилизованного, культурного. Я прошу прощения, а что это за человек? Чего он смотрит на нас? Это Вадим, наш участковый. Всё высматривает, вынюхивает. Наверное, хочет какого-нибудь преступника поймать. Ну, хорошо. Я думаю, мы поняли друг друга. До скорой встречи. Ну, и кто это? Бизнесмен. Да ты что? И что ему здесь надо? Слушай, а какая тебе разница? По долгу службы я должен быть в курсе всех событий. Тебе в каждом незнакомце умерещатся. То проходимец, то преступник. Ты не думаешь, что это паранойя? Ты меня не оскорбляй. Я при исполнении. А то что? Арестуешь меня? Язык твой враг. Что поделать? Такая родилась. Некому было воспитывать. Мужика тебе надо. Вот он тебе научит твому разуму. Я сама знаю, что мне надо. Не учу ученого. О, дурак. Чего пришел? Ну, знал же. Говорил же быть на связи, черт знает что. Ты чего трубки не берешь? Ни о чем я с ней не договорился. А я откуда знаю? Дура потому что. Любит она коров своих, понимаешь? Да что ты говоришь? А то я не знаю. Вот и договаривайся. Ага. Мне вообще все равно, что будет с ее коровами и с ее фермой. Но на моей земле ее не будет сто процентов. Понял? Ну, покушай чуть-чуть. Кушай хорошо, вырастишь большим и здоровым. И будешь нам давать много-много молока. Ой, мам, ты можешь хоть иногда не думать о молоке? Ну, ты посмотри на него. Какие у него глазки добрые, доверчивые. Ну, в принципе. Да. Все телята милые. Но потом они все равно вырастают. Так, мам, ты знаешь, ты, наверное, иди, потому что ты его стесняешься, и он не хочет есть. Все-все, я тебе не мешаю. У нас счет на оплату электричества в два раза больше обычного. Это странно. Может, что, старая проплата не прошла? Ну, чуть-чуть. Эх, повезло тебе с Лизкой, Маш. Такая помощница, Лариса. А у меня детей уже и не будет. Ой, ну что ты за глупости говоришь? Ты молода еще. Выйдешь замуж и родишь. Замуж? За кого? У нас мужиков нормальных не осталось. Можно подумать. А участковый? А то ты не видишь, как он на тебя смотрит. Да какая разница, как он на меня смотрит. Не о таком я мужа мечтаю. Вот продала бы ты бутылу ферму. Поехали бы нас с тобой в город. Нашли бы себе нормальных мужиков. Зажили бы цивильных условий. Со всеми удобствами. Да, да, да. Пошли-ка мне в кабинет, посмотрим, когда вам последнюю оплату делали. А ты откуда пробытыва знаешь? Да, слыхала я, как вы в твоем кабинете разговаривали. Слушай, Маш, а может, правда продать ферму? И Лизка нормальное образование получит. Ира, я люблю свою ферму. И тихоречие. Да и Лизка тоже. А, ну в городе же лучше. Это только кажется, что у соседа в саду кровать зеленее. В общем, замуж я так и не выйду. А, ты выйдешь. Ну, если ты совсем не втерпешь, могу тебя за участку отдать. Лучше всю жизнь одной, чем с этим занудой жить. Девочки, наконец-то я вас нашла. Что случилось? Ой, там приехал крутой бизнесмен из города. Всех собирает в клубе. Кто такой? Не знаю. Говорят, недавно к тебе на ферму приезжал, да? Неужели Бутов? Черт, ты помнишь, он не появится. Пошел. Мы планируем построить современный большой молочный комбинат. Некоторые этапы производства будут автоматизированы. Да зачем вам люди, если автоматы работать будут? Ну, послушайте, я же сказал некоторые этапы. Мы предоставим работу для ста человек. Вы сможете выбрать каждой себе профессию по душе. А сейчас мои помощники раздадут вам нашу продукцию, которую мы изготовили на Шипиловском комбинате. Она свежая, так что угощайтесь. А мы не отравимся? Да что вы отравитесь? Все очень свежее сегодня сделали. Ты что, бабка, какой отравишься? Не нравится мне это. А что если он людей к себе переманит, а на ферме некому не будет работать? Ну, переманить не переманят. Что нас не любят приезжих. Тут ты права, ты-то своя, родная, а он смотри какой. Что-то этот бизнесмен зачистил наши края. Хочет мою ферму снести. А вместо нее свой молококомбинат построить. Как так? Миром правят деньги. Да зачем ты нам нужен, когда у нас своя Маша есть? Сейчас я с этим коммерсантом разберусь. Полтысячи не победил. Спасибо. Товарищи! Внимание, минуточку. Вы меня все знаете. Очень хорошо. Сядь! Сядь! Значит так, собрание окончено. Я прошу всех по домам. А почему это расходится? А потому что это не согласовано с местной администрацией. Ну к чему? Это все. Закон есть закон. Парень, кулечек возьми, давай, пакуй. Я тебе говорю. Не надо со мной ссориться. Давайте, давайте, пакуем. Я сказал. Артема! Артем! Ты не видел, где моя светлая рубашка? А, я ее постирал. Она в машинке на режиме сушки. А, думаю, вынимать можно уже, да. Что на режиме сушки? Как я ее гладить буду? Ну-ка давай быстро, возьми ее, повесь. На плечиках надо сушить. Ну я тебе сколько раз говорил? Режим сушки. Папа. Да ты что, фонарел, что ли? Ну как ты мог положить светлую рубашку с красными трусами? Папа, ну сейчас розовый цвет в моде тоже. Ржешь? Мне, например, не смешно. В чем я сейчас пойду на встречу с инвесторами? Ну тебе же не только одна рубашка, можешь джемпер надеть. Знаешь, у меня есть, что надеть. Ты в следующий раз, пожалуйста, однотонные вещи с цветными не стирай, хорошо? У нас такие бюджеты, на новые вещи не напасешься. Папа, может тебе работу поменять? Давай еще потерпим. Мне главное разработку закончить, а там? Ну там посмотрим. Ну постойте, ну правда, неужели вы не видите перспективы, которая откроет для вас создание нового продукта? Скажу честно, шансов мало, что совет директоров утвердит спонсирование вашего проекта. Поскольку в ближайшие дни нам предстоит встреча с другими разработчиками, которые предлагают более коммерчески выгодный проект, экономическую упаковку. Жаль, жаль, очень жаль. Павел Борисович, не отчаивайтесь. Попробуйте найти единомышленника в другой компании, ведь на рынке молочной продукции много игроков. Возможно, кто-то изинтересуется вашей разработкой. Спасибо, я попробую. Удачи. Паша, ты что? Миша, а ты что здесь делаешь, а? Офис пришел в арену брать? Какой офис? Я здесь по делу, спонсоров ищу. Спонсоров? Слушай, идем мы ко мне посидим, чаю попьем, пообщаемся. Может, я тебе что-то подскажу. Идем я вот туда, левее. Лизонька, господи, ты что, не ушиблась там? Нет, нормально. Ой, ступеньки скользкие, невозможно. Я жду Костика со дня на день. Обещал приехать. Что-то придумает. Да. Папа второй год обещает приехать, и все, никак не приедет. Ой. А это идея. Давай я возьму постояльцем, как в прошлом году. и денек заработаю, и лестницу поправлю. А может, мы маму денег одолжим, а? Ты же все равно не чужой была. Не, не, не. Я не буду у невестки ничего брать. Сама как-нибудь справлюсь. Осторожно. И сметанку. Спасибо. Ба, а тетя на собрании в клубе не было? А что я там забыла? Ну, сходила бы ради интереса. Мой интерес, это мой дом, и еще ты. А как же папа? Папа. У папы своя жизнь. Он, наверное, обо мне вообще не вспоминает. Ой. Забыла. Вот голова садовая. Папа тебе посылку прислал. Да ладно? Ну да. Давай, неси. Вот. Ага, 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 ага. Так. Так. Ну. Ну. И что не так? Ба, ну ты посмотри, что он прислал. Нормально. Нормальное платье. Ба, ну папа знает, что я такое вообще не ношу. Ну, что тебе? Я, наверное, подружка выбирала. Пусть она сама и носит такое. Лизунь, ну не, нельзя быть такой жестокой. Давай с тобой договоримся. Ты слишком строгая. Когда папа спросит, ты скажешь, что тебе подарки понравились. Тебе все равно, а папе приятно. Лиз. Ну он же старался. Ладно. Если звонить будет, скажи, что я в восторге. А что с этим будем добром делать? Да что ты хочешь, можешь на тряпки забрать. Ты чё? Оно же денёк стоит. Сложу-ка я его в комод, а потом разберёмся. Да? Хорошо. Лимон в чай. Па, на антресоле удочек нет. Как нет? Вот так. И, пап, ну какая рыбалка? 26 февраля, а вот на носу уже март. Не клюёт же. Ну и денег у нас нет, зарабатывать их нужно. А мы собрались на какую-то рыбалку в глушь. Странно, где же не могло быть? Я же их Лёхе отдал. А он заразу не вернул. Ну вот и супер. Значит, тихоречие отменяется, и мы сейчас собираемся и идём искать мне работу. А мы новые купим. Что? Новые удочки. Так. Пап, а у нас что, лишние деньги появились? Да, спонсор аван свой платил. Какой спонсор? Так, стоп. А если тебе спонсор дал деньги, то зачем нам вообще отсюда уезжать? Ну как зачем? Отдохнём, развеемся. Ты вон от своего компьютера отвыкнешь. А, ты помнишь, как в детстве мне говорил, что врать нехорошо? А я и не вру. А. Ты давай вещи собирай, а? А? У нас автобус завтра утром. Прибыль молочной продукции, которая производится на Шипиловском комбинате в Васильках, составила вот столько. но с таким успехом мы скоро будем не миллионерами, а мультимиллионерами. Построим новый комбинат в Тихоречье, закупим оборудование, а когда запустимся по полной, прибыль умножится в разы. Главное уговорить Лошкарёву продать ферму. Ничего. Этим уже занимаются. СМЕХ 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 Спасибо. СМЕХ 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 Доброе утро. Доброе. Не подскажете, никто у вас здесь комнату не сдаёт? Ух ты, да, подскажу. Баба Нюра как раз говорила, что жильцов ищут. А как её найти? А, да, пятый двор отсюда. Там дом, зелёная крыша, это и будет её дом. Спасибо. Не за что. Тёма, ты чё? Хозяюшка, жильцов на посту и берёте? Ну, ежели спокойные и не пьющие, могу пристроить. Пьющие? Нет. Мы не пьющие. Да, это красота. Дорого берёте? Да не дороже денег. Сговоримся. А вас сколько, двое? Да, я Павел, это мой сын Артём. А я баб Нюра. Приятно. Проходите в дом. Только у меня тут ступеньки скользкие, вообще развалились. Я сижу, думаю, что с этим делать, а вы меня отвлекли. Ну, ничего, сейчас вещи бросим, да и поможем вам с вашими ступеньками, правильно? Очень серьёзно. Ну, тогда с меня обед. Да. Ну, показывайте. Да. Идёмте. Вот здесь и вот здесь поставьте подпись, пожалуйста. В течение недели вы должны освободить квартиру, ну, а потом мы выставим на продажу. Хорошо. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Я вас провожу. Спасибо. Ну, и куда мы это всё денем? Сдадим на склад. И как мы теперь будем жить? Не нужно было так рисковать. Бизнес – это игра, детка. Тебе может выпасть джекпот, а можешь проиграться в пух и прах. Так, что, в общем-то, и произошло. Не переживай. Возьму у Маши деньжат, вложу в дело и потихоньку раскручусь. Ну, и как долго я должна ждать? Немножко. Обещаю. Потом у нас будет квартира лучше этой. Да я только и делаю, что слышу твои обещания. И скоро моему терпению придёт конец. Да куда ты от меня денешься? Ой, ну надо либо работать, либо готовить. Как вкусно пахнет. Скоро будет готово? Да я с этой готовкой не успеваю отчёт закончить. Так попросила бы Лиску помочь. А то ты не знаешь свою дочь. Её же днём с огнём не сыщешь. Ну да. Суп готов, идти мой руки. Шо? Лиз, ты где была? У бабушки, а потом к селятам заглянула. А я тебя что попросила? Тёте Ире по хозяйству помочь. У неё отчёт горит. Прости, я забыла. Ну правда забыла. Я могу помочь с отчётом. Ты сейчас ошибок наделаешь, а мне потом отвечать. Иди лучше посуду принеси. Ира, перед кем тебе отвечать? Перед мамой? Так, я попрошу. Боль, ты сама знаешь, что в компе я шарю получу некоторых. Угу. Ну, как там бабушка поживает? Нормально. Передала мне подарок от папы. О, ух ты. Слышишь? Угу. И что там прислал наш папа? Ой, всякие тряпки. Какие тряпки? Ну, платье. Я ему сто раз говорила, что я это не ношу, а мне всё шлёт и шлёт. Ну, может, папа хочет, чтобы ты была похожа на девушку, а не на пацана. Мам, я молодая, и брюки и джинсы – это самая практичная одежда. Так а платье ты куда делаешь? У бабушки я оставила. Ну, так, может, я их померю? Ира, куда? У тебя просто размер побольше. Угу. Ну, ты можешь пойти и померить их у бабушки. И, кстати, посмотреть на постояльцев. Каких постояльцев? Ну, там мужчина симпатичный, городской. Вроде как, ты мечтаешь. Вот, и ещё с ним мальчик, чуть постарше меня. Лиза, тётя Ира у нас не старая дева. Она молодая, красивая. Как-нибудь сама себя мужа найдёт. Ну, к бабе Нюри сходить надо. Ну, платье померить. Ну, конечно, сходи. Приятного аппетита. Мужик, подкинь, малюха, денег, а? На хлеб не хватает. Много не хватает? Да, самую малость. Ну, всё. Пойдём в магазин, я разменяю. Полкова. Хорошо. За мир во всем мире. Гроза, да. Душа пойдёт. Да. То есть у тебя долго будет пить душа. Какие места. Я тебе ещё рыбные места покажу. А, там вообще воздух такой. Кислород стопроцентный. Можно у кого-то здесь молочка свежего купить? Так на нашей ферме. Маша там. Баба добрая. Она тебе бесплатно клинку молока целую нальёт. Зачем бесплатно? Я её купить могу. А ты мне лучше заплатить. За эту самую, как она, последнее число. О, вспомнил. А что за ферма у вас старая? Нет. Ферма хорошая, новая. Там весь посёлок кормится. Все бабы работают там. О, и Маша тоже работает. Только одна беда. С личной жизнью у неё никак не складывается. Понял? Маша, Маша. Так что за Маша-то? Хозяйка фермы? Да. Вот такая вот баба. Муж только от неё сбёг. Якобы там бизнес в городе налаживать. А сам молотку себе нашёл. Ей деньги предлагал, чтобы она ферму у совхоза выкупила. Совхоз и так развалился. Но она у него ни копейки денег не взяла. А сама эту ферму за бесценок выкупила. Вот молодец. О, голова! Вот это. О, а вот и Маша. Легка на помине. Машенька, вот друг у меня новый. Здравствуйте, Акорс. Здравствуйте. Вы и есть хозяйка фермы, да? Да, я. Мы тут у вас отдыхаем. Говорят, у вас можно молочка купить. Можно. Приходите. Спасибо. Меня, кстати, Павел зовут. Очень приятно. И мне приятно. А вот женщина. Тётя Вань, давайте помогу. Оля, хватит. Вот это, что пойдёт. Вот эти. Так и знала у магазина. Так это... Только пригубили. Ага. Товарищем за знакомство. Только сликать. Пригубили. Я тебя... Я тебя за знакомство. Куда побежал? Куда стой? Всё равно довольный. Бомнюр. Да, чай. О, привет. Какими судьбами. Там Лизка сказала, я ей Костя платье прислал. Э, прислал. Ну, так, если она их не хочет, может, мне подойдут? Ну, так примерь. Так давай. Ой. Лянь, какая красота. Ты не влезешь, ты. Он же девочки прислал. Он не думал, что тётка захочет носить. Так, это похоже мой размер. Ну, да. А где можно примерить? Вполне. Да где хочешь. Лизка сказала, у тебя полный дом мужиков. Вот была булка. Хорошее платье. Похудеть надо. Так бери его себе. Оно мне и на нос не налезет. Бабля. Золотая ты. Буду теперь по посёлку, как королева ходить. Вот так у нас выпендриваться не перед кем? Ты чё, а Вадим? Вот, участковый наш. Он на тебя давно глаз положил. Он оценит. Все уши вы мне прожужжали с этим Вадимом. Ну, не пара он мне. Мне городской нужен. Ах ты! Ты хочешь моего постояльца соблазнить? А что, хороший? Спокойный, в очках. Не пьющий. Ух ты! Здрасте. Здрасте. Я-то, наверное, спать пойду. А комнату найдёшь? Это что, дочка ваша? Сестра невестки. Красивая. Не пьющий, говорила. Ой, да ладно тебе. Человек на отдыхе. Что, расслабиться нельзя, что ли? Главное, чтобы не буйный, да? Вот, а мне очень деньги нужны. Очень. Потерплю его немножко. Главное, ты слышала, что он сказал? Красивая. Таки да, надо брать. Простая лодочка плывёт Одна вдоль берега любви А может быть, там кто-то ждёт Давно надеется и ждёт Ты просто тихо позови Белым снегом по весне Ты являешься ко мне Тронешь сердце в глубине И не расстанешь белым снегом по весне А может быть, там кто-то ждёт В